В этом видео знакомство с DVPageBuilder, конструктор страниц на WordPress. Меня зовут Федор Васильев и давайте смотреть настройки. В прошлом видео я показал и сравнил два мощных конструктора страниц на WordPress. Это Elementor Pro и DVPageBuilder. И что выбрать именно вам. В этом видео я буду показывать уже первые настройки DVPageBuilder. У меня уже стоит последняя версия WordPress 5.2.4 на момент записи данного видео. Я немножко пропускаю первые уроки для начинающих о том, где скачать WordPress, как его установить. Просто потому, что у меня были уже об этом уроке. Я могу вам напомнить, мой канал YouTube. Здесь вы перейдете плейлисты. Прокрутите чуть ниже, здесь найдите плейлист, состоящий из 35 уроков WordPress для чайников. И там я показываю с нуля именно базовые настройки самого движка WordPress. Как установить WordPress, с чего начать и так далее. В этом видео я буду показывать уже именно настройки конструктора страниц DV. На момент записи этого видео DVPageBuilder имеет версию 4.06. Естественно, это коммерческий плагин. Я в прошлом видео показывал, где его купить. Также ссылку в описании к этому видео я оставляю, где вы можете перейти и сразу купить. Покупая DVPageBuilder, таким образом вы поддерживаете меня. В админке сайта WordPress переходим в плагины, добавить новый. Загрузить плагин. Я использую ту версию плагина DV, который идет вместе с темой. То есть нам не придется искать тему. Кто не знает, что такое тема, это шаблон, просто шаблон сайта. В WordPress это называется темой. Архив с DV перетаскиваю в эту область. Установить. Далее мы с вами переходим после установки внешний вид темы. Видим ее сразу здесь DV. Можем посмотреть информацию о теме. То есть DV в версии 4.06. На момент записи это последняя версия. Нажимаем с вами активировать тему. После активации у нас внизу здесь появляются настройки самого плагина DV. Выскакивает наверху документация. Можем закрыть эту всплывающую подсказочку. Значит, имеется здесь ряд настроек. Вы видите, большинство переведено на русский язык. Некоторые, конечно, строки переведены машинным переводом. Переведено неправильно, но ничего страшного. В основном перевод переведено нормально. Также у нас здесь имеется сама тема. И сама тема тоже имеет ряд настроек. Мы их будем разбирать в следующих видео. Есть настройки темы, которые я предлагаю. Их тут достаточно много. Не рассказывать каждую настройку, каждый за что отвечает. Это будет нудно. И информация не будет откладываться хорошо. Я предлагаю начать сразу делать сайт и обращаться к той или иной настройке сюда по мере необходимости. Когда в данном случае, например, нужна та или иная опция, которую нужно рассмотреть. То есть таким образом информация будет усваиваться лучше и смотреть будет видео интересней. А мы в любом случае сюда будем с вами обращаться. Потому что здесь ряд вкладок есть, которые мы будем рассматривать. И я сразу хочу показать именно настройки холста, где есть кнопки управления при создании макета нашего будущего сайта. Вот в этом видео именно эти настройки я хочу показать. Создается у нас все через страницы. Поэтому мы переходим в страницы. У меня на WordPress пример страницы политика конфиденциальности. Эти они по умолчанию. Страница создана у вас. Это будет то же самое. Нажимаем добавить новую. Здесь я по крестику закрываю. Здесь я пишу заголовок. Главное. Будет главная страница. И сразу мы видим вот такое вот окно. Создайте свой макет, используй DV. Нажимаю кнопку используй DV Builder. Страница подгружается. Здесь у нас всплывают подсказки. Обзор разработчиков. Нажимаем начать создание. У нас появляется три макета. Выбор макета. То есть это готовое решение. Существуют готовые шаблоны. Я буду показывать с нуля как делать сайт. Поэтому я это закрываю. Клон существующей страницы. Нам нужна новая страница. Вот. Построить с нуля. Нажимаем сюда. Дальше всплывает окно выбора колонок. Первый экран. Насколько колонок мы с вами должны разбить. Посмотрим на мой демо сайт. То есть вот этот демо сайт, который я не так давно собрал на DV. Такой же мы с вами повторим в этих и следующих уроках. В первом экране моего сайта у меня здесь заливка. И я располагаюсь. И информация обо мне. То есть получается здесь я на две колонки разбил информацию. На две равных колонки. Значит вот этот вариант бы подошел нам. Есть еще кнопка добавить из библиотеки. Позже разберем. Пока что давайте выберем просто одну колонку. Сейчас в этом видео мы не будем с вами создавать сайт. Мы просто знакомимся вот с этими элементами управления на холсте. То есть сейчас мы находимся на холсте создания сайта. Дальше у нас автоматически всплывает окно, где мы можем выбрать любой плагин, который представлен в DV, который нам может быть необходим. В данном случае пока это не рассматриваем. Мы будем самые интересные плагины рассматривать в следующих видео. Поэтому я закрываю это окно. И давайте вот здесь вот смотреть. То есть у нас изначально тема шаблон есть, поэтому у нас наверху вы видите есть шапка. Здесь логотип дефолтный. Страницы. Поиск. Вот это контентная часть, где у нас пока ничего нет. Вы видите зеленую такой прямоугольник. Вот тут вот синий прямоугольник. Внизу у нас вот это подвал. Нижняя часть серого цвета. Здесь внизу такой пробел. На самом деле это только здесь такой пробел. Ну и сайт короткий. Когда сайт мы наполним, внизу такого пробела не будет. Смотрите, внизу у нас есть вот такая вот синяя кнопка. По ней кликая у нас раскрывается целый ряд кнопок. Кликнув опять по этой кнопке, она сворачивается. Это элементы управления. Давайте сначала с вами разберем именно синие кнопки. Вот по этому плюсу вы просто можете наводить мыши. Здесь будет написано вам загрузить из библиотеки. То есть по плюсу всплывает окно, и вы можете загрузить из библиотеки макеты сайтов. Готовые, то есть макеты. Дальше. Сохранить библиотеку. То есть создали сайт или создали просто страницу, какой-то блок. Имя шаблона называете. Создать новую категорию. Можно категорию создать и сохранить. Мы с вами попозже это проверим. Очистить макет можно, кликнув по корзиночке. Настройки страницы. У нас всплывает окно. Это общие настройки самой страницы. Смотрите, вот здесь вот в углу есть такой вот ползуночек. Во-первых, вот это все такие окна вы можете вот так перемещать, если вам закрывает обзор. Во-вторых, вот за этот ползуночек вы можете вот так вот раскрывать данное окно. Внизу кнопки закрыть это окно. Дальше. Отменить. То есть это назад, вперед. Отменить действие. Две кнопки. И кнопка применить действие, в которой вы здесь действие, что-то вы здесь сделали. То есть тот заголовок главный, который мы только что с вами написали, вот он здесь прописан. Выдержка. По сути это описание. То есть выдержка, неправильный перевод. Главное изображение можно назначить. Мы вот этих настройок ниже с вами еще коснемся. Поэтому дальше я пока вот эти настройки трогать не буду. Посмотрите, есть вот такая кнопочка, которая сразу раскрывает вот это окно для удобства. Кликнув по той же кнопке, сворачивается назад. И есть рядом еще вот такая кнопка, которая позволяет прилепиться вот к данному окну жестко. Мы можем двигать его только вот так раздвигать, если вам это удобно. Кликнув опять же по этой кнопке, опять окно у нас в свободном перемещении на холсте. Также в нижнем правом углу есть кнопка лупы. Это быстрое перемещение к различным там настройкам. То есть вот у нас вылезли настройки строки, например. Позже их разберем, что это такое. Это что-то типа файндера. Если вы смотрели мои уроки про Elementor, там был такой файндер. Быстрый поиск перехода к той или иной части сайта. Вопросик. Это у нас видео уроки англоязычные от разработчиков. Нам они вряд ли подойдут. И кнопка сохранить как черновик наши наработки. И опубликовать, то есть чтобы уже было доступно наш сайт. То есть если у нас в интернете уже сайт, опубликовали. И все это на странице будет видно и всем пользователям сайта тоже это будет доступно. Если нажали опубликовать. То есть по крестику вы видите, все это скрывается внизу. И смотрите, вот по клику этой кнопки разворачивается внизу слева еще вот такие вот кнопочки. Начнем вот с края. То есть последние три кнопки это у нас мобильное устройство. То есть вот этот телефон у нас в реальном времени сжимается макет. И чтобы мы могли настроить мобильную версию сайта, чтобы это все красиво наш контент смотрелся на мобильной версии сайта. Также следующая иконка это планшет. Как выглядит на планшете и на компьютере. Дальше есть иконка уменьшения. Я не знаю зачем это может быть нужно, но здесь вот есть такое уменьшение и прибавление. И очень классная кнопка. Смотрите рядом с лупой. Это посмотреть структуру сайта. Здесь даже будет наверное удобнее объяснять. Когда много элементов на сайте, здесь будет удобно рассказывать. Видите, вот этот синим цветом обозначено. Это общий раздел. Тут прям по-русски написано раздел. Зеленым это у нас всегда строка. И есть еще серый вот такой вариант. Это уже вставка через этот серый плюсик на сайт всевозможных плагинов. Это может быть кнопка, слайдер, счетчик, текст. Все что угодно. Все что доступно. Все можно вставить в видео и так далее. То есть вы можете здесь прямо начать редактировать, создавать сайт. И потом в любой удобный момент вот так переключиться, посмотреть как это выглядит как на сайте. То есть вот создает некое такое удобство. Именно вот про эти разделы строки, как им им пользоваться, их не кнопочки, мы также разберем в следующем видео. Дальше у нас здесь есть неприметные такие три точки. Если мы нажимаем, всплывает вот такое вот окно. Сразу смотрим наверх. Смотрите, по клику по уже знакомым элементам, которые у нас продублированы вот здесь внизу, например, не отображать плюсик. Видите, клику по плюсику, вот здесь он не отображается. То есть если вам здесь в панели он не нужен, плюс вы это не пользуетесь, он вам там мозолит глаза, вы вот так вот можете видеть иконки эти убирать из нижней вот этой плашечки. И есть три иконки, которые скрыты изначально. Смотрите, я все три включу. Давайте сначала я включу вот этот вот пальчик. Что он дает? То есть он всегда будет теперь здесь находиться, потому что вы его активировали. А он у нас изначально сейчас зажат, включен. То есть если кликаем мы по нему, мы не увидим здесь никаких изменений. И я вам покажу, смотрите, я включаю еще вот тут вот две кнопочки. И что он дает? Смотрите, вот в зеленом светится, сейчас активно он. Я переключаю вот этот элемент, и у нас прячутся вот эти вот все элементы секции. То есть при наведении мыши мы не видим их. Только при клике на саму секцию они у нас здесь показываются. То есть если они вдруг как-то мешают вам в режиме редактирования, они у нас могут быть изначально спрятаны. Или мы можем все подсветить, все плюсы, все абсолютно, все вот эти вот по бокам. Что за плюсы такие, также разберем в следующем видео. Я пользуюсь вот всегда вот этим. То есть когда по умолчанию у меня зажато. Но эти кнопки я включаю. То есть у меня они не отключены, они мне тут не мешают. Дальше вы можете, видите, зажать за центральную левой кнопкой мыши, прям нажать и оттягивать, например, куда-нибудь вот сюда, вбок. Чтобы оно всегда было вот здесь сбоку, если удобно. Или, например, куда-нибудь вот сюда, наверх. У нас даже подсвечивается место, видите, перед тем, как я сюда его подведу, подсвечивается, куда я могу расположить данные настройки. Если удобно вам наверху, то наверху я, в принципе, оставляю, как было. Вот здесь я привык уже, мне так удобнее. И давайте посмотрим с вами нижние моменты. Здесь немного настроек, разберем. То есть, смотрите, первый режим просмотра по умолчанию. Изначально у нас режим просмотра, вот то, что мы сейчас вот видим, да, вот сейчас наш холст, мы здесь еще ничего не сделали. Это компьютерный вид. Здесь вы можете видеть сразу каркасный вид. То есть создали, открыли новую страницу, например, у вас сразу будет открываться каркасный вид. Вы сможете переключиться на компьютерный, но по умолчанию будет каркасный. Также можно сделать, чтобы сразу был планшетный и так далее. И по стрелочке вот так можно вернуть назад. Дальше, смотрите, по строитель интерфейса, это нижние три кнопки. Это дублирующие настройки. То есть, смотрите, например, сетка. Во-первых, подсвечиваются все элементы, плюсики, их все видно. И вот здесь вот загорается иконочка зелененьким. То есть, это то же самое. Видите, сейчас средняя стрелка загорелась. Это чтобы по умолчанию, что вы хотите, чтобы у вас было. Да, я немножко поторопился. Мы, когда с вами разбирали нижние вот эти фиолетовые кнопки, мы не все досмотрели. Я вам показал вот эти настройки, и дальше уже я отвлекся. И сейчас мне это напомнило именно вот этот «История действия». После каждого действия, после каждого десятого действия, это у нас относится, вот видите, здесь кнопка «История». Я не знаю, как это понять, после какого там действия. Может быть, это сохранение истории, насколько это периодично будет. Но на самом деле вот этот «История» — это полезная вещь. Когда вы тут что-то сделали, хотите быстро откатиться до того, как сайт выглядел прежде, как вы его сделали, да. То есть, просто вот кликов вот на такие вещи, тут будет такой список историй ваших действий. То есть, очень быстро можно будет откатиться назад. Следующая кнопка — это у нас «Экспорт». Даем название нашему шаблону, например, «Экспортирует макет DV». И, например, наш шаблон, который мы здесь собрали, на другой сайт WordPress, где мы тоже используем DV, мы можем перейти также вот в создание страницы и импортировать с компьютера наш готовый шаблон уже на другой сайт. И при этом выбрать действие. Например, поставить, отметить галочками, заменить существующий контент, скачать резервную копию перед импортом, применить настройки по умолчанию к этому сайту. То есть, даже если у нас какой-то на втором сайте уже будет собран шаблон на DV, здесь, видите, у нас спрашивают. Заменить существующий контент. То есть, если вы хотите заменить новым шаблоном, чтобы контент заменился. Я, честно говоря, практики здесь нет. Я не пробовал экспорт-импорт. Возможно, вместе с вами попробуем. Дальше смотрите. Настройки модального положения по умолчанию. Сейчас наглядно покажу, что это такое. Если мы выбираем сделать на весь экран и зайду в какие-то настройки, вот так вот, видите, настройки на весь экран. Если вам удобно. То есть, мы с вами еще, правда, сюда не дошли, но любые настройки, вот где шестеренка, вот так вот на весь экран. Всплывает окно. Это как раз за это отвечает. То есть, если мы возвращаем по умолчанию, то будет вот так вот у нас выскакивать. И я даже, наверное, сделаю такой вариант. Например, страница с левым сайдбаром. То есть, вот так, чтобы выскакивало. Я считаю, что это довольно-таки удобно. Дальше смотрите. Параметр страницы. Дай мне выбор. Построитель с нуля. Это вот то, что в начале у нас три всплывающих было окна. То есть, создать сайт с нуля, выбрать макет. То есть, вот мне удобнее был бы сайт с нуля. Я вам сейчас наглядно покажу. Я выбираю построить с нуля. Закрываю. Нажимаю здесь опубликовать. Ну, пускай у меня страница сохранится. Ничего страшного. Дальше. Как попасть нам в консоль WordPress с этой страницы? Выйти с режима редактирования. То есть, смотрите. Наводим HDV. И вот здесь всплывает консоль. Перехожу в консоль. Перехожу страницы. Например, создаю новую страницу. И нажимаю использовать DV. У меня, видите, нет выбора. Помните, в начале было три окна. Использовать с нуля, использовать макет. И там третий вариант. А видео, у меня сейчас, я вот это вам и показываю. Сразу выскакивает создание страницы. И сразу выбор колонки. Ускоряем действие. Кому вот как удобно. То есть, я возвращаюсь в консоль. Вот, кстати, всплывает окно сохранить или нет. Выйти без сохранения. Страницы. Перехожу в главное. Редактирую с помощью DV. Далее настройки. Я немножко затрудняюсь сказать. Вот эти вот переключатели. Единственное, я здесь точно знаю, показать отключенные модули с непрозрачности в 50%. То есть, опять же, я вам наглядно потом на сайте покажу. Когда временно на сайте какой-то модуль можно будет скрыть, и он будет вам показан в 50% прозрачности, говоря тем, что вот я скрытый. То есть, он не полностью будет скрываться в режиме редактирования, а только на 50%. Естественно, на самом сайте, на фронтальной части сайта не будет видно скрытого модуля, но здесь он будет полупрозрачный, так скажем. Вот я создал целый сайт, и вот эти переключатели, которые я вам сейчас не объяснил, я их даже не трогал. Это, опять же, какая-то настройка внешнего отображения. Возможно, позже разберусь и расскажу вам. Я думаю, что это не такие важные опции, которые прямо сейчас вот надо срочно вас знать. На этом видео я поставлю паузу. В следующем видео я покажу уже, как пользоваться строкой, секцией, как с ними работать, какие есть настройки. То есть, уже начнем что-то делать. Именно уже посмотрим, как это будет реально на сайте выглядеть, наши первые какие-то наработки. Если вас плагин DV заинтересовал, вы сможете приобрести его по ссылке в описании к этому видео. Покупая DV Page Builder, таким образом вы поддерживаете меня. На этом здесь все и до новых видео.